Здравствуйте, с вами блог. Ничего святого с Сергеем Боярковым. Я тут художник, который может доведеть каждого. Скоро мы получим ответ на животребещущий вопрос. Ну, все знают, что корейцы едят собак. И вот, наконец, впервые в истории, очень даже возможен вариант, что восточно-украинские собаки полакомятся северными корейцами. Такой вариант реально возможен, если они попадут на поле боя. Вообще, ситуация напоминает анекдот из дурдома. Доктор говорит, ну что, говорит пациент, как, ведения не закончились? Он говорит, доктор, только ухудшились. У меня такое чувство беспокойства. Меня аж трусит, потому что я очень боюсь, что Украина будет воевать с Северной Кореей. На что доктор говорит, господи, я вам увеличиваю дозу успокоительного. Ну, подумайте, ну где, ну в каком месте, ну как географически Украина может воевать с Северной Кореей. Он говорит, в Курской области, доктор, в Курской области. Тема не просто смешная, она безумно интересная, потому что тут целый пласт при любопытнейшей информации. Первые 10, 12, неважно, 15 тысяч корейцев вроде бы уже откореились и припутились. И как бы в Курскую область направляются. Я вам скажу, кто они. Это дивизия пробник. Это такой пробник. Ну, перед тем, как покупать духи, обычно макают в маленькую там бумажечку. Или берут такой маленький флакончик вам дарят в парфюмерном магазине, там в аэропорту. Ну, вы пробуете, вот пробуете. Ну, идет обычно там как дополнительный подарок, пробник. Так вот, эти 12 тысяч северных корейцев, это именно и есть пробник. Хотят протестировать Путин и Ким Чун Ин. А что с этого получится? Прилюбопытнейшая ситуация. У Ким Чунына солдат бесхозных, как у дураков-антиков. Войны он никакой вести нигде не собирается. И он вполне себе может попробовать. И Путину это безумно интересно. О чем выйдет из этой затеи? Потому что Северная Корея последний раз воевала в 1900, дай бог памяти, в 1953 году. Жестко топнула ногой Америка. Америка сказала, все, по 38-й параллели, закругляемся. Закруглились. И вот никто не знает, ни Китай, ни Северная Корея, ни Украина, ни Россия, а как, собственно, воюет северокорейская армия. Потому что, как воюет китайская армия, видели, ну, хотя бы, по-моему, в 78-м или 79-м, когда Китай с треском проиграл Вьетнаму. Была война между Китаем и Вьетнамом, ее называли еще первая социалистическая. Так вот, пробник в одну дивизию должен показать, а что собственно. Потому что Путин очень бы хотел, чтобы 50, 100, 200 тысяч, а лучше 300, а еще лучше 500, северокорейских армейцев выручили его людским ресурсом. То есть, мясца северокорейского ему бы очень хотелось прикупить, там армия 1,2 миллиона человек. При этом, в Северной Корее, там очень любопытная система, там солдаты служат по 6 лет, по 8 лет. То есть, мы в советской армии служили по 2 года. Ну, я чуть больше прослужил. На флоте служили 3 года, было и такое. После Второй мировой войны там служили и по 3, и по 4. Ну, то есть, тогда были такие времена по 5. До 8 лет служат. Вот срочную службу. Северные корейцы, ну, понятно, в Северной Корее. За границу там не выезжает никто. То есть, это вообще, кроме узкой-узкой прослойки при Ким Чен Инлиных, там даже помыслить себе не могут, что пересечь границу своего вот этого бандустана. Мало того, у них еще есть неоперативный резерв, потому что вот этот вот актуальный вот этот вот резерв, да, он готов мгновенно, просто мгновенно включиться. Отдали автоматы, все. Ну, это как, вот здесь такое понятие, кадрированная дивизия. То есть, там есть руководство, вот они находятся на месте дислокации, и тут же к ним подтягиваются там рядовой сержантский состав и пошли. То есть, армию можно увеличить в Корее сразу до 2 миллионов. То есть, денег она сжирает немеренно. В стране голод. Вот армия сжирает кучу денег. И тут у Ким Чен Инлиных появился Путин, который говорит по золочу ручку. Давай попробуем. И вот этот пробник поперся сюда. У них еще, я напоминаю, несколько миллионов вот этих полурезервистов. Они проходят военные сборы. И единственная проблема – это логистика. Ну, смотрите, по логике Северная Корея прекрасно понимает, что она не сможет провести ни одну войну успешно. Они даже не надеются. Они на словах, конечно, готовы Южную Корею стереть в порошок. Риторика там. Но Ким Чен Ин, в отличие от своего предшественника, Ким Чен Ин, наследника Ким Ир Сена, который, кстати, Ким Чен Ин, а не Ким Чен Ин, достаточно либерально относился. Ну, как для Северной Кореи, там была чуть ли не разрешена розничная торговля почти по капиталистическим канонам. Был голод страшный. Это единственное, как они выживали. Ким Чен Ин, пухляк нынешний, прекратил нахрен все. Там полная изоляция. До него говорили, что как бы нет Северной Кореи, Южной Кореи. Это вот капиталисты узурпировали южную часть нашей вот этой вот слонцеликой державы. Там теория Чучхе, вот как бы они временно захватили нашу южную часть, говорили в Северной Корее. Мы один народ. Ким Чен Ин, этот пухляк, он сказал, нет, мы разные страны, мы разъединяемся, полностью разводимся. И он даже повзрывал, как вы знаете, совсем недавно это произошло, он повзрывал к чертовой матери все дороги, которые вели сопредельные территории соотечественников. То есть он расплевался, сказал, все, прошла любовь, завяли помидоры окончательно и бесповоротно. И вот теперь у него огромная армия на руках. А Путин говорит, давай попробуем. Тут есть несколько нюансов. Во-первых, насколько Китаю понравится или не понравится эта ситуация. Поскольку Северная Корея это прокси Китая, они всегда стопроцентно от него зависели. Потому что у России есть малюсенький-малюсенький кусочек границы с Северной Кореей. У Китая этот большой кусок. Китай постоянно рулит вот этим вот Ким Чен Ином. Это его такая вот, как бы домашняя вот эта вот собачка, он его натравливает туда-сюда. И тут вдруг Путин, ну конечно Путин не мог полностью отодвинуть влияние Китая. Это невозможно, но как бы у Ким Чен Ина появился люфт. Понятно, что Китаю это не очень нравится. Кстати, по ходу дела, это даже не лирическое отступление. Это очень важное отступление, проясняющее ситуацию для нас, для украинцев. Китай бы никогда не дал Ким Чен Ину помогать Путину людьми. Ну оружием, снарядами, ракетами, да. А людьми нет. Почему Китай на это решился? Потому что наш Вова Зеленский облашился. Потому что Вова Зеленский сдуру. Ну человек психованный, я не знаю под чем он ходит. Он в 22 году там разорвал отношения с Северной Кореей. Он психанул как-то, Северная Корея начала по-тихому помогать России. Вова топнул ножкой, вожжа под хвост попала. Он взбрыкнул копытом, стукнул и прозрался с ними. Плюс Зеленский совершенно недавно, ну вы же помните, нахамил Китаю. Просто публично и нагло. Вот это тут Сибига там пообщался недавно на одном из саммитов с китайским послом. После чего китайцы сказали, надо, наверное, разрешить все-таки Северной Корее помочь Путину солдатами. Они не делали этого до тех пор, пока Зеля окончательно не охренел и не испортил отношения. Ну с Северной Кореей ладно, но и с Китаем. Зеленский не просто не дипломат, он дурак. А если там тот же Сибига, там Кулеба или вот Клинкин был прекрасный министр, которого Зеленский уволил с дуру. Они если что-то понимают в дипломатии, то они не могут обуздать Зелену спесь, его вот эту глупость и самовлюбленное болванство. Они вынуждены поддакивать. Больше того, иногда даже поддакивать не надо. Он сам с усам, он пошел, как накуролесил, с кем-то поругался, нахамил, как Зеленский недавно нахамил министру иностранных дел Польши. Ну зачем? Ну просто по глупости, понимаете? Чувак, чувак вообще оторванный. В ситуации с Северной Кореей, тут все очень любопытно, потому что северные корейцы, во-первых, не привезут с собой технику. Это невозможно. Логистическое плечо смеется горячо. Это за пределами возможного. Во-первых, у, собственно, Ким Чен Ина-то с техникой как раз и неважно. Нет, несколько ракет запустить, сделать там ядерный заряд, наскрести на это можно. Но у него практически нет флота. У него практически нет, ну как ни морского, ни воздушного флота. Авиации нет, флота нет, морского. С техникой у Ким Чен Ина, ну просто беда-бедося. Серьезно, у него своего нет по понятной причине ничего. Китай ему ничего не дал, у него что-то осталось еще со старых времен. Своя техника, она не факт, что на ходу в достаточном количестве. А вот эту дивизию, даже эту дивизию, она ничего не сыграет на поле боя сверхрешительного. Ситуация на фронте из-за одной дивизии северных корейцев не поменяется. Их же надо обеспечить техникой. Вы понимаете, да? Можно там одну дивизию, два, десять, пятнадцать технику где брать. А калаши с патронами им выдадут. Но они абсолютно не умеют пользоваться дронами. Без чего в современной войне далеко не поедешь. То есть это обездроненная, собственно, вся армия. Они вообще не в контексте. Ну, мясо, которым можно где-то закрыть дырки, кого-то поменять. Как общаться? Например, у меня и у вас знакомых, кто понимает по-корейски и может и здесь сняться. Я подозреваю, что точное число ноль. Ну, в большинстве случаев. При таком числе даже одна дивизия. Вы понимаете, что перемешивать их с российской армией бессмысленно. Тут интересно, наверное, посмотреть, как воюет тут целое подразделение одно. Тогда будет химически чистый результат. Пробник должен показать себя как единое соединение. Где взять переводчиков, чтобы хотя бы в каждом взводе, я не говорю в отделении, чтобы в каждом взводе. Потому что один на роту, это вообще ни о чем. Это полная дисфункция боевого подразделения. И есть еще такой прекрасный момент, друзья мои. Уже 18 человек сбежали вот где-то там, прямо в России, в Курской области. Вот они уже сбежали, их уже выловили. Когда начнутся реальные боевые действия, то все это северное корейство, оно вполне возможно будет уже бежать не в количестве, там пара десятков, пара сотен. Может быть и пара тысяч. Потому что у них впервые в жизни первый и последний шанс вырваться из ада. Посмотрим, как сработает пробник. Напишите в комментариях вы, как по вашему мнению пробник сработает. Не забудьте подписаться на мой канал. Лайки, комментарии, репосты. Победа будет с нами, потому что за каждым из нас персонально не зажиреет.